слушайте друзья этот гур этот гур министерства обороны постоянно нас удивляет каждый божий день что за люди интересные у буданова работают друзья витаю вас из киева я сам вэл украинский армянин здоровенькие булы я представляю информационный центр кап як завжды и это украинский youtube с армянским акцентом брать братья и сестры слава создатели что мы все живы наша украина цело цела идем вперед вперед и только вперед друзья вчера весь youtube разрывается информация о том что гур провели потрясающую спецоперацию просто сумасшедшую фантастическую на вышках бойко так называемые вышки бойко вы наверное помните почему они так называются за 800 миллионов долларов при правительстве юнуковича которые были там приобретены вложены деньги и цена выше 250 миллионов долларов были куплены почти за 800 миллионов долларов прикольный бизнес ну мы все это с вами знаем главное что по документам у них все нормально да вот такое вот узаконенное воровство и с того времени эти вышки называют вышками бойко и вот гур министерства обороны ведомства генерала буданова генерал-лейтенанта произвело там спецоперацию наши спецпризначенцы украинские наши воины светло на катерах совершили там спецоперацию и случился бой с российским самолетом вы знаете вы слышали эту историю целом коротко и понятно что меня здесь поразило друзья надо понимать что это акватория черного моря 50 километров от крыма и ты на катерах просто открыт ты просто открыты ты ты простая мишень и когда самолет расстреливает тебя в упор сверху очень сложная задача выжить в этой ситуации и наши не просто победили в этой схватке наши украинские воины светло спецпризначенцы гур министерства обороны но они значит повредили этот самолет который в общем сопротивление уже оказывать не мог кроме этого наши освоили эти вышки и забрали оттуда трофеи которые там оставались почему были важны эти вышки бойко для чего они стратегически очень важны находясь черном море 50 километров от крыма эти вышки бойко на них были установлены радиолокационные средства которые позволяли мониторить акваторию черного моря ну там до определенного на определенное количество большое количество километров и в этом случае конечно передвижение украинским кораблям катерам было естественно затруднено потому что враг заранее знал задолго и издалека нашем приближении каких-то маневров и так далее и наши спецпризначенцы сделали вот такой вот подвиг они взяли очень много трофеев радиолокационные средства оттуда забрали также они забрали специальные ракеты для вертолетов в общем обогатилась наша армия и конечно вылыкий респект спецпризначенцам гур м по я хочу еще отметить еще один момент как оказалось что когда российский су этот самолет значит обстреливал наши катера с нашими спецпризначенцами один из наших спецпризначенцев оказался в воде его значит его называют конор то ли конан варвар то ли конан макгрегор но я думаю что наш конан покруче и одного и другого это некий симбиоз супер человека бэтмен рядом короче отдыхает так вот наш наш воин свитла конор оказался в воде и его наши смогли только забрать спустя 14 часов спустя 14 часов его нашли и он пробыл 14 часов в воде слава богу что наш конор не только жив но и оказался абсолютно здоровым и это еще раз говорит о том у какая колоссальная подготовка у наших спецпризначенцев я имел взаимоотношения друзья со спец войсками и со спецпризначенцами и как профессиональный тренер ушу я знаю что это за подготовка знаю ее не понаслышке и это действительно очень крутые очень и очень крутые одни из самых крутых парней в украине у нас все парни крутые которые захищают украину поэтому всем респект и низкий поклон и отдельно вылыки дякую генерал-лейтенанту буданову главе ведомства гур-мо всех ее руководителям и всех парням и девчатам казакам и казачкам которые служат гур-мо мы вами гордимся и очень важно я хочу сказать на этих подвигах на подвигах конора и на этих ребят воспитывается уже украинская молодежь украинские детки подрастают школе на этих историях и это очень важно это героические истории абсолютно реальной здесь и сейчас современной украине и героизм просто невероятной силы с помощью бога все только через помощь бога слава создатели друзья слава что наши спецпризначенцы главного управления разведки министерства обороны ведомства буданова живы конора спасли и это потрясающая эпическая история абсолютно героическая будь мой орач друзья орачи только орач и капи меч